Нужны работники, столяры и плотники, писал Владимир Маяковский в начале прошлого века. С тех пор разнообразие специальностей и их востребованность на рынке труда менялась не раз. Например, если в 2005 году компаниям требовались менеджеры по продажам, то год спустя работодатели искали специалистов по рекламе и пиар. Какие профессии сейчас востребованы в нашем регионе, и кто в будущем сможет найти работу без труда, мы расскажем далее. Кем быть? Этот вопрос каждый задает себе еще со школьной скамьи. Продолжая обучение в профориентационных классах. Направления различные. Четвертый год подряд в школе поселка Искателей работает Роснефть-класс. Большинство учеников уже сейчас намерены связать свою дальнейшую судьбу с разработкой и добычей полезных ископаемых. Вообще с нефтянкой хотел себя связать давно из-за родственников. У меня несколько поколений нефтяников, и, наверное, именно поэтому я пошел в Роснефть-класс. Мама по-прежнему работает. Работали дедушка, бабушка, тетя, дядя. До сих пор работает и в других городах, и дядя, и тетя тоже. Для того, чтобы в дальнейшем у наших выпускников не возникло проблем с поступлением в ВУЗы по намеченной специальности, идет очень обстоятельная подготовка. Конечно, сложнее, потому что у нас усиленная программа математики, физики, химии, информатики. Физика у нас каждый день почти. Бывает по два урока, математика тоже. В общем, да, сложнее. На данный момент в Ненецком округе большого дефицита в кадрах в отрасли недропользования нет. Одна из самых востребованных специальностей в регионе – врачи. В списке вакансий на сайте Центра занятости населения числится порядка 30 свободных рабочих мест. Это и врачи общей практики, и узкие специалисты. Нехватка кадров ощущается и в образовании. Для того, чтобы снизить напряженность в этих отраслях, ежегодно окружные выпускники могут поступить на целевые места в ВУЗы. В этом году такой возможностью смогли воспользоваться 23 бывших школьника региона. По результатам целевого приема этого года за счет средств федерального бюджета окружные ребята обучаются в четырех ВУЗах Северо-Запада. Департамент образования, как и Департамент здравоохранения, так как мы понимаем, что образование и здравоохранение – это у нас приоритетное направление деятельности, заключили договоры. Департамент здравоохранения, в свою очередь, заключил 9 договоров с Северным государственным медицинским университетом. И Департамент образования в целях подготовки педагогических кадров как для села, так и для города заключил порядка 12. Через 5-6 лет учреждения образования и здравоохранения пополнятся молодыми специалистами. А сейчас только несколько лечебных организаций могут похвастаться полным укомплектованием штата. Среди них окружная поликлиника. Пока каких-то таких проблем в постоянных работниках мы не испытываем. Но, понимаете, такая ситуация хорошая, она длится не долго, не годами. Мы поживем хорошо с врачами, укомплектованными кадрами. И вот наступает момент, когда у нас чего-то где-то начинается проба. Либо врачи-терапевты все в декрет уйдут. Ну все, не все, но уйдет в декрет три человека. У нас очень напряженная ситуация. Наряду со специалистами и выпускниками высших учебных заведений в округе ощущается нехватка и специалистов среднего звена в этих же отраслях. В нашем регионе педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и медицинских сестер обучают только в социально-гуманитарном колледже имени Волчейского. В прошлом году стены колледжа покинули более полусотни молодых специалистов. Учителя начальных классов, сразу вся группа была трудоустроена. У нас выпускались педагоги дополнительного образования и прикладная информатика. В этом году на 1 сентября процент трудоустройства составил 34. Педагоги дополнительного образования уже на комиссии, на защите дипломных работ уже получили предложение. И поэтому, когда они получили дипломы, сразу уже вышли на работу. Кроме сферы образования и здравоохранения, в округе требуются бухгалтеры, судебные приставы-исполнители, диспетчеры, продавцы и другие. Есть и те специальности, по которым сейчас в регионе очень сложно найти работу. У нас сегодня есть определенные проблемы со строительными специальностями, когда очень много безработных граждан состоит на учете. И со строительными специальностями в связи с массовыми сокращениями на редвар строя есть ситуация отсутствия вакансий у работодателей. Ситуация на рынке труда меняется стремительно, но все же ее можно прогнозировать. Так, согласно исследованиям Сибирского государственного университета, через пять лет возрастет спрос на инженеров, химиков, биологов и экологов. Чтобы через пять лет иметь необходимую специальность будущим выпускникам, нужно определяться с выбором профессии уже сейчас. Большую поддержку в этом могут оказать специальные ярмарки учебных и рабочих мест. Они проводятся ежегодно. Ближайшее пройдет 26 ноября в детско-юношеском центре «Лидер». Алена Валей, Вадим Носкин, Роман Делимарский, Телеканал «Север».